Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства – координатор научной деятельности отраслевых учреждений, расположенных в разных уголках России. Сорта, выведенные здесь, находятся в реестре государственных стандартов. Выращенные плодово-ягодные культуры протестированы на вирусы. Ученые института известны по всему миру. Владимир Саракопутов – профессор, ведущий селекционер научного центра. Одна из его диссертаций посвящена селекции смородины, выращенной в условиях Сибири. Когда ученый работал в Барнауле, им было выведено 10 сортов чудо-ягоды. Они урожайные, крупноплодные, устойчивы к болезням, вредителям смородины. С гордостью могу вам сказать. И эти сорта у нас начинают внедряться в Подмосковье. Профессор занимается разведением не только смородины, но этой ягоде он отдает особое предпочтение. Полезные свойства смородины необыкновенные, потому что это целый клад поливитаминов. Это, в первую очередь, антоцианы, пектина, сахара и многие-многие витамины, которые присутствуют в этом ягоде. Это кладезь витаминов. Для получения хорошего урожая смородины, ей, кроме плодородной земли, необходимо большое количество влаги. Почва должна быть примерно, хотя бы такой влажности, не ниже. Потому что если ниже влажность, то растения пересыхают, пересыхают, корневые волоски погибают. И нарушается вот этот обмен, приток питательных веществ к растениям. В этом году, предполагают ученые, будет такой богатый урожай смородины, что некоторые веточки кустов не смогут выдержать нагрузки. Нужно подпорочки для того, чтобы растения меньше касались земли, потому что много болезней, которые из почвы могут перейти на ягоды. После сбора спелых ягод в растении начинается закладка почек будущего урожая. Поэтому уход за кустами прекращать не нужно. Ну а ягоды ешьте свежими, хотя они хороши в любом виде.